Сегодня мы подводим итоги 2017-2018 учебного года. Кто подводит итоги? Кто командир нашего корабля? Конечно же, директор! Встречайте! Ираина Михайловна Петровски! Как здорово, что здесь мы все сегодня собрались. Зал полон. Даже есть места, которые называются стоячие места. То есть я думаю, что интерес детей, родителей к тому, что сегодня будет на сцене происходить, просто великий. Действительно, ежегодно, в этот день мы проводим традиционный, уже измеренный десятилетиями праздник, называемый «За честь школы». А девиз сегодняшнего праздника – творим добрые дела. Добрые дела действительно, как цвета радуги, который за моей спиной. Потому что добрые дела разные. Добрые дела – это наша с вами учеба. Добрые дела – это помощь нашим родителям, ветеранам Великой Отечественной войны и всем остальным нашим ветеранам. Это помощь волонтерская, это наши милосердия, наши добрые поступки, наши школьные мероприятия. Все умещается в этом многообразии. Такое лаконичное выражение – добрые дела. А мы, преподаватели, администрация школы, естественно, тоже творим добрые дела. И наши добрые дела выливаются в поток благодарностей от нас, вам, детям, вам, уважаемые родители, наши уважаемые коллеги, всем тем, кто приложил руку к доброму имени Десяточки, кто прославляет ее доброе имя, кто несет знамя нашей школы честно, справедливо, высоко. Мы, Десяточка, мы гордимся своим именем и своим названием. Десятая школа. Ура, Десяточки! Поэтому я думаю, что добрые дела сегодня будут твориться ежесекундно, ежеминутно на нашей сцене. Итак, творим добрые дела. Праздник открывается! На эту сцену мы приглашаем тех детей, которые смогли закончить этот учебный год на отметку 5. Английский писатель Киплинг сказал замечательные слова. Образование должно быть наивысшего качества, иначе оно абсолютно бессмысленно. Мне очень радостно, что в нашей школе дети получают образование, которое не является бессмысленным, потому что оно наивысшего качества. 109 человек из 700 сумели закончить этот учебный год на отметку 5. По традиции, первыми на эту сцену я приглашаю отличников 11 классов, за свои 11 лет, наверное, ставших уже школьной легендой, творивших добрые дела на протяжении всем 11 лет. Итак, на эту сцену приглашаются «Публик Мария» и Вальдюза Ольга, и снимают Настя, Миндолин Денис, и уфюра Алена, Фёблия Семёнов, и Ягода Ольга. А каждому из этих детей можно написать еще такую хорошую историю. Мне очень хочется, дети, пожелать вам удачи в вашей дальнейшем жизни на пути, и хочется надеяться, что вы станете очень хорошей жизненной опорой своим близким и всей нашей стране. И в классный руководитель, Тёмная Ирина Геомидовна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проявление, что русский юбор готовят ребят в Олимпиаде. И это большая помощь. И у нас есть свои результаты. В этом году на муниципальном этапе Всероссийско-региональных олимпиад у нас 39 побед на муниципальном уровне в Красноармейском районе. Наши дети оказались лучшими. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть победы национальном этапе. Это три победы. И два на региональном уровне. Давайте поприветствуем лучших ребят нашей школы и учителей-наставников. Бабажанья Марина. Призер английский язык Лосьва Яна Николаевна. Бублик Мария. Призер биологии. Черная Ольга Петровна. Миндолин Денис. Призер ОБЖ. Учитель-наставник Черчилль Илья Владимирович. Кимчура Алена. Призер технологии. Наставник-учитель Москалинка Наталья Анатольевна. Кимчура Анастасия. Призер истории. Сиротан Наталья Вячеславовна. Кимчура Анастасия. Призер общество знаний. Заливания Юлия Евгеньевна. Также ваш призер. Черный Семен. Приглашается на сцену. Черный Семен. Придет. Фондpunk обновения. На муниципальном и зональном этапе. Макарова София. Победитель политикатуре. На муниципальном этапе. Макарова София. Победитель фондова на муниципальном этапе. На зональном. И придет. На региональном этапе. В Краснодарском крае. И последний у нас человек, который продолжил традицию нашу и оставил, уходя из школы, свой след большой, это Ивашенко Ольга. АПЛОДИСМЕНТЫ И она награждается еще и медалью. Вот такая внушная компания у нас. Спасибо вам огромное за неустанность работы, за желание постигать многое, преодолевать трудности, побеждать достойных соперников. И, естественно, вашим годом был успех, это безусловно, и успех ваших родителей. Давайте им поаплодируем. Спасибо огромное за поддержку. И одного хочется поблагодарить наших учителей-наставников. Я их прошу на сцену всех за компетентность, за ответственность, за доброжелательность. Давайте бухгами, овациями встретим. Батерю Финаиду Григорьевну. Сверхитетка Елену Ивановну. Галинина Владимировна. Сверхитетка Елену Ивановну. Я прошу вас, вы видите, что я вверху, что они боятся здесь. И давайте отойдем чуть назад, это не возможно учителям войти. Проходите, пожалуйста. Выходите. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что ваш опыт, и ваш огонек поддержит ребят во всех их начинаниях. Я вам желаю и дальше работать в таком же ключе. Спасибо огромной вот этой большой нашей дружной семье. Давайте еще раз аплодируем. Дорогие ребята, уважаемые коллеги и, конечно, родители. Вы задумывались о том, сколько интересного окружает нас? Мимо скольких событий, явлений мы проходим, иногда даже не замечая их. Например, какой состав воздуха, которым мы дышим? Или почему Александра Сергеевича Пушкина называют солнцем русской поэзии? Что же светлого звучит в его стихах? Или почему радуга семицветная? Для того, чтобы понять эти явления, события, нужно обладать способностями исследователя. Научное общество, учащиеся в нашей школе, объединяет неравнодушных, идущих, наблюдательных ребят. Помогают нашим школьникам в их исследовательской деятельности, опытные и квалифицированные учителя. Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок понял, что он сам себя творит. А мы, члены научного общества, только помогаем им улюбить самого себя. Помогаем им настойчивость и мудрость. Мы учим наших ребят и учимся сами. Мы помогаем им совершенствоваться. Итак, встречаем представителей научного общества Алим и их руководителей. На сцену приглашаются Кичимаева Анастасия, Участники интеллектуального соревнования молодых исследователей в рамках российской научно-социальной программы «Шаг в будущее. ЮПО». Победитель международного творчества конкурса в номинации «Следовательские работы. Проект». Победитель всероссийского конкурса научно-образовательных проектов «Великим педагогам посвящается». Призер всероссийского проекта «Научный потенциал». И научный руководитель Мономаренко Людмила Викторовна Игичимаева Лидия Викторовна. На сцену приглашается Черный Семен, Участник интеллектуального соревнования молодых исследователей ЮПО. Победитель всероссийского конкурса научно-образовательных проектов «Великим педагогам посвящается». Победитель всероссийского проекта «Научный потенциал». И научный руководитель Черная Инна Леонидовна. Руководитель, остайтесь, пожалуйста, на сцене. На сцену приглашается Тимчура Алена. Победитель ционального этапа Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг будущего». Призер всероссийского конкурса научно-образовательных проектов «Великим педагогам посвящается». Участник всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени Вернадского. Березер всероссийского проекта «Научный потенциал». И научный руководитель Сафонова Татьяна Григорьевна. Также мы хотим поблагодарить научных руководителей и наставников. Нахождается Ольга Петровна Черная. Инна Леонидовна Черная. Снежана Станиславовна Малютина. И Людмила Викторовна Пономаренко. Искупайте, пожалуйста, в овации наших будущих ученых, которые пишут научные исследовательские работы и своими украшаемыми и любимыми преподавателями. Это наша научная элита. Спасибо, дети. Спасибо, уважаемые преподаватели. Ну что, дорогая школа, сегодня мы подошли к вам с вами. Наверное, одна из самых волнительных моментов. Сегодня мы готовы огласить лучшего ученика года 2018. Тренал, это можно назвать праздником, которого мы ждали с нетерпением целый год. И не просто ждали, мы трудились. Конкурсанты участвовали в всевозможных форумах, соревнованиях, олимпиадах. И вот этот долгожданный день настал. В этом году пройдет пятый раз конкурс ученик года. Традиционно он состоял из интеллектуального тура, конкурса ученического вартфолио и публичного выступления. В составе жюри были родители, ученики и учителя. Я могу сказать, что на публичном выступлении жюри было в составе 11 человек. Так что, я думаю, все было честно, прозрачно. И давайте сейчас начнем с того, что пригласим на сцену всех участников для вручения сертификата участника ученик года. Итак, в возрастной номинации 10-11 классы приглашаются Китло Анастасия, Красюк Зоя. Савченко Марина, 9-й классы, Галаган Илья, Ковцова Анастасия, Щербина Денис. Поддержим, поаплодируем, они волнуются. Поддержим, поаплодируем, они волнуются. Ставченко Анна, Хинька Дарья, Зубкова Анна, 5-й класс, Кановалова Валерия. Кривоспинская Ксения, Сайко Светлана, Черноутова Анастасия, Чеховская Вероника, Шевчнев, Игорь. И наши маленькие конкурсанты. Возрастная номинация 2-4 классы. Алифирова Алина, 4-й класс, Барская Дарья, Васильский Александр, Горобец Валерия, Фокина Анжелика, Бутгору Флан, Бербыкишка Владимир, Кобцова Ксения, Наскок Ксения, Акованцев Арсений, Семенец Галина, Серита Екатерина, Филоника Ксения, Филоника Ксения, Забровкина Виолетта, Макарец Илья, Миллер Яна, Минцева Ариана, Проценко Егор, Рить Каполина, Халявка Максим. И вот такую дружную компанию собрал конкурс «Ученик года». Сегодня в наш юбилей, дорогие мои ребята, вам предоставляется право исполнить впервые гимн «Ученик года». Давайте их поддержим поаплодируем. Гимн нашего конкурса. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...